Долгое время в хозяйствах Сахалина практически не велась планомерная селекционная работа, что отразилось на качестве поголовья крупного рогатого скота. Соответственно, упали на дои молока и снизился выход телят. По поручению губернатора области Олега Кожемяка был создан региональный информационно-селекционный центр. Расположился он в Аниве, на территории станции по борьбе с болезнями животных. «Специалисты этого центра будут заниматься борьбой и работой, чтобы снизить бесплодие, чтобы увеличился выход телят, и чтобы эти телята, которые родились, росли и выращивались правильно. И все это задача этого центра». Вырастить здоровых и продуктивных коров – такая задача стоит перед новой организацией. Уже сейчас в центре есть полная база по животным, племенным репродукторам. Такие и есть в трех хозяйствах. В центре, в специальных биохранилищах с жидким азотом, находится более 2000 доз семени от лучших быков-производителей. Их потомство гарантированно улучшает породу. Чтобы провести искусственное осеменение, необходимо учесть многие факторы, в том числе не пропустить половую охоту буренок. «Достаем семя, размораживаем его в 38 градусов, смотрим под микроскопом, делаем оценку ему. И тогда заряжаем инструмент искусственного осеменения. И осеменяем, тогда уже идем, осеменяем корову». Селекционный центр работает не только с крупными сельхозпредприятиями, но и с фермерскими хозяйствами, владельцами крупного рогатого скота. За год до официального открытия специалисты информационно-селекционного центра уже плодотворно занимались искусственным осеменением и воспроизводством крупного рогатого скота, благодаря чему увеличилось рождение телят в молочном животноводстве на 4%, а в мясном – на 30%. Центр обеспечен всем необходимым оборудованием, а коллектив сформирован из местных специалистов. «Мы уже обучили в прошлом году 55 человек. Приглашали специалистов, экспертов, это с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Ярославля. Обучаются наши ветеринарные врачи, операторы по искусственному осеменению. Они обучаются здесь на бесплатной основе». Результаты работы информационно-селекционного центра будут видны в ближайшем будущем. Поголовье крупного рогатого скота станет здоровым и продуктивным, а на сахалинских рынках появится качественное свежее молоко и мясо.